Доброе время суток, с вами Валентина Ирнацкая. Сразу же после Нового года мне пришла в голову мысль о том, что у нас очень много книг, журналов, различных статей, но очень-очень мало людей их читают. Люди устают, да и не очень любят читать вообще. Сама я тоже не самый большой любитель читать, и поэтому мне будет гораздо легче делать это вместе с вами. И этим видео я хочу возродить как бы интерес к чтению, но не развлекательного характера, а образовательного. Развлечения нас сейчас и так без труда находят везде абсолютно. Я представлю несколько рубрик, которые мне самой интересны. Вся эта информация есть у меня в печатных носителях. Можно сказать, что вы у меня в гостях и свободно пользуетесь моей библиотекой. Как женщине, жене, будущей матери, мне очень интересны многие темы. Также как и танцору, астрологу, йогатерапевту, преподавателю. Мне тоже всё интересно, что касается моей деятельности. Но рубрик будет всего три. Первая рубрика будет про саморазвитие личности. Сюда пойдут психология, астрология и источники духовных знаний. Вторая рубрика – это здоровье. Тут и пропитание, физическая активность, движение для здоровья и всё, что с этим связано. Третья рубрика – исключительно для женщин. На самом деле это выборки из первой рубрики, из второй – только для нас. Здесь будут и моменты интимного характера, и вопросы, связанные с устройством семьи, и, конечно же, красота, и вопросы о детях. Творчество, работа, экология и всё-всё, что волнует наши головы. Я буду делиться с вами информацией, которую я уже читала, и новой для меня информацией. Так что интересно будет всем. Также я буду, конечно же, давать ссылки, названия авторов, что это за издание и так далее, чтобы вы без труда нашли источники. Я совсем не говорун, и мне это очень сложно даётся. Камеры я не боюсь, когда молчу. Танцор же, вот. Но говорить на камеру и записываться, даже голос записывать – это чуть ли не самый мой большой страх. Поэтому не судите, пожалуйста, строго. И если что-то где-то откликнулось, что я хочу сделать, создать, то поддержите меня позитивом в комментариях. Можно поставить пальчики вверх. Или подписаться на канал. Сейчас у меня 10 подписчиков. Это просто круто. И начать мне хотелось бы с первой рубрики про наше с вами развитие, саморазвитие личности. Сегодня у меня в руках жена Благодарения. Давайте пройдёмся по обложке. Благодарения с любовью. Женал для тех, кто хочет быть здоровым, счастливым, успешным. Номер журнала четвёртый. В этом номере как устранить причину 90% болезней? Пришло ли время ставить крест на русских? Влияние святых. Влияние. Великие святые 20 века. Влияние, господи. Духовная причина рака и других тяжёлых заболеваний. Интересненько. Здесь уже идут просто какие-то высказывания очень проникновенные. И также вот внимание, что журнал распространяется бесплатно. Журнал можно взять у меня. Здесь вот, например, книги ещё представлены, которые можно почитать. Издательство, телефоны, сайт, всё такое. Интересно. Журнал очень красочный. Такой глянцевый. Первая страничка глянцевая. Начальная. Потом уже идёт обычная бумага. Она тоже хорошего качества. Так. Давайте по темам. Интересно. Тут очень много есть. Самое полезное здоровое питание. Это у нас вторая рубрика. Поэтому мы не будем разбирать такие моменты, что связаны с здоровьем. Вот. Социальный уровень или интеллектуальный. Мы с вами сейчас посмотрим. Интервью с разумным человеком. Мне интересно это посмотреть. Страница 44. Давайте почитаем немножко интервью с разумным человеком. Интеллектуальный уровень. На вопросы нашего редактора Елены Капустиной отвечает уже знакомый нашим читателям Витаутас Ринкя Вичус. Мудрый и гармоничный человек. Напомню, что Витаутас является владельцем крупной международной строительной компании «Ретерна», имеющей представительство и собственный завод во многих городах Европы, странах СНГ, Китая и других странах. Быть миллионером он стал давно, хотя начал бизнес и имеет только 300 долларов без всякой поддержки. Все, кто его встречал, отмечают очень возвышенные качества его характера. Скромность, доброту, практичность, трудолюбие и другие качества. И хотя, как правило, у него все расписано на год вперед по минутам, он всегда находит время ответить нашим читателям. И этим, судя по отзыву, помогает многим стать успешными в их карьере, да и просто гармоничными людьми. Прямо заинтересовалась я сама. Сегодня мечтать с вами сейчас не будем. Прочитаем ответ на какой-нибудь из вопросов, которые задает редактор. Вот, актуально, мне кажется, для многих, кто работает. Как научиться отключаться от работы и не нести ее домой? Не переносить негативные эмоции на семью? Есть ли какая-то психологическая техника для этого? Почему вы решили, что работа обязательно должна вызывать негативные эмоции? Не нужно накапливать их на работе. Негативные эмоции означают, что вы не принимаете ситуацию такой, какая она есть. Не признаете, что все происходящее вокруг вас, что за все происходящее вокруг вас, вы ответственны сами. Гораздо проще научиться жить без негативных эмоций, чем накапливать их, а потом пытаться от них избавиться. Гораздо проще научиться жить без негативных эмоций, чем накапливать их, а потом пытаться от них избавиться. Это я для себя повторила. Если смотреть на всех людей с уважением, любовью и пониманием, трудно будет загрузиться негативом. Нет плохих людей. Есть только неправильные поступки от неправильного понимания ситуации. А психологические техники, конечно, существуют, но я не являюсь большим специалистом в этом вопросе. Но я уверена, что такие техники, как аутогенная тренировка и, конечно же, медитация, помогают не загрязняться негативными эмоциями или избавляться от них. Так, пишите, что вы думаете на этот счет. Мне, конечно, больше всего понравилась вот эта фраза, которую я повторила, да, что гораздо проще научиться жить без негативных эмоций, чем накапливать их, а потом пытаться от них избавиться. Это вообще абзац классный, можно его выписать. Наверное, так и сделаю. Если смотреть на всех людей с уважением, любовью и пониманием, трудно будет загрузиться негативом. Нет плохих людей, есть только неправильные поступки от неправильного понимания ситуации. Я благодарю вас за просмотр, я постаралась сделать видео коротким и заинтересовать вас в этом издании, потому что здесь очень много различной информации, которая, ну, крутая, которую стоит пообсуждать. Как я уже говорила, что мне это достаточно сложно, но я решила этим заниматься и твердо налаживать свою речь, учиться говорить на камеру. Для меня это трудно. И если вам где-то откликнулось, или просто хотите что-то улучшить в этих видео, напишите, пожалуйста, мне в комментарии, или можно в личку. Все. Пакетик. 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 Пакетик.